В мире профессионального бокса нет ничего постоянного. Да и весь сам профессиональный бокс, по сути, это одна сплошная переменная, где весело и красиво начавшиеся истории имеют весьма грустное и серое окончание, где пыль превращается в величие, чтобы затем снова стать пылью. Раунд к раунду, бой к бою, титул к титулу, земля к земле, прах к праху. Аминь. Я Юрий Нестеренко, и это The Ring Show, второй сезон, первый выпуск. Без слез и жалости. Правда, только правда, и ничего кроме правды. 2018 год для украинского профессионального бокса закончился на очень высокой ноте. Мы обладаем четырьмя чемпионами мира в четырех весовых категориях. Первое это на абсолютнейший чемпион мира в кузервейте Александр Усик. Трехкратный чемпион мира в трех весовых категориях и обладатель титулов чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, чемпион мира по версии WBC Lite Heavyweight Александр Гвоздик и чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян. 2018 год оставил в наших сердцах и душах вполне приятные воспоминания. Ну вот, что нас ожидает в году 2019 и что же в нем смогут сделать наши чемпионы, дабы упрочить свое чемпионское положение и достичь, конечно же, новых вершин. Вот об этом давайте и поговорим. Александр Усик Намеки Александров я имею ввиду как самого Усика, так и его промоутера Александра Красюка о том, что вот-вот после боя с Бэлью Александр Усик перейдет в Heavyweight, как-то особо не помпируется. Ну, в принципе, оно и понятно. Александр Усик, обладая четырьмя чемпионскими поясами в Крузервейте, имеет вполне стабильное и вполне прибыльное будущее. Прогнозированные защиты титулов, прогнозируемые гонорары. Вот что еще нужно боксеру, чтобы достойно встретить свою старость. Об этом, в принципе, боксер может только мечтать. Но, однако, другая сторона этой медали, что переход Александра в Heavyweight будет для него, скажем так, не совсем приятным событием. Король Крузервейта и один из десятка топовых бойцов в тяжелой весовой категории, где он фактически остается всего лишь претендентом, ожидающим поединка за титул чемпиона мира, ожидающим, пока Диантей Вайлдер разберется с Тайсоном Фьюри. Энтони Джошуа наконец-то решит, против кого он должен провести поединок, причем поединок, который, не дай боже, станет хуже предыдущего. И в этой суматохе Александру придется пребывать в тени великих бойцов. А если и проводить поединки, то с бойцами, которые находятся на контракте у Эдди Хирна. И в лучшем случае это будет бывший чемпион мира Джозеф Паркер. Ну а в худшем боксер, который не имеет ни роду, ни племени в тяжелом дивизионе. Так что можно говорить о том, что Александр Усик пока будет пребывать в Крузервейте, ожидая весьма выгодного с финансовой точки зрения предложения, от которого же он не сможет отказаться. Василий Ломаченко. Здесь, в принципе, ну все предельно ясно. Василий уже показал, что легкий вес для него пока есть вот именно та планка, которую он достиг, но которую пока не стоит перепрыгивать, переходя на категорию выше. У него есть все шансы для того, чтобы собрать в своих руках все четыре титула чемпионом мира в Лайтвейд. И ситуация, которая вот именно в Лайтвейд сложилась, для него является самой благоприятной. Ну, Ричард Ками и Иса Чайниев, которые 2 февраля определяют чемпионы мира по версии IBF, в принципе, для Василия вполне по силам, что тот, что другой, поэтому неважно, кто из них победит. И, конечно же, единственная интрига – это чемпион мира пока еще по версии WBC в Лайтвейд Майки Гарсия, который поднялся до второго полусреднего веса ради поединка с чемпионом мира по версии IBF Эролом Спенсом. И тут ситуация такова. Если Майки Гарсия побеждает Эрола Спенса, он остается во втором полусреднем весе, продолжая, в общем, собственно говоря, зарабатывать. Но если он проигрывает, неважно, нокаутом или по очкам, единственная дорога для Майки Гарсия – это бежать навстречу Василию Ломаченко ради хорошего гонорара и, конечно же, ради восстановления своего реноме. Так что здесь, как бы ситуация ни крутилась, Василий лучший в легком дивизионе, и у него все складывается замечательно. Поэтому к концу года мы ожидаем, что Василий, как минимум, станет абсолютным чемпионом мира. Александр Гвоздик. Ему в прошлом году было, пожалуй, труднее всего. Но он стал чемпионом, практически повторив историю Cinderella Man, когда Джеймс Брэдок в поединке, где ему никто не давал ни единого шанса, победил Макса Бера и этим самым сотворил чудо. Правда, в случае Александра чудо было, согласитесь, куда повесомее, точнее, более полновесным. Если честно, у меня до сих пор мурашки по коже от нокаута, в котором оказался Адони Стивенсон. И вот, завоевав титул 2019 год, Александр входит в весьма конгрессийном положении. С одной стороны, больших поединков, действительно зрелищных и интригующих, у него ожидается полным-полно, а вот денег, к сожалению, у больших он заработать не сможет. Ну, давайте так, поединки за титул абсолютного чемпиона мира против Дмитрия Бивола или Артура Бетербиева действительно предполагаются зрелищными, но у промоутеров Бивола и Бетербиева не так много денег, чтобы предложить Гвоздику действительно очень-очень такой, знаете, смачный гонорар. Поединки за титул абсолютного чемпиона мира против Дмитрия Бивола или Артура Бетербиева, конечно же, будут для Александра очень желанными, для нас зрелищными и интригующими. И это, скорее всего, вопрос середины лета, либо где-то середины осени. Пока же, на наш взгляд, Александру Гвоздику придется защищать свой титул против Баду Джека. И, конечно же, в случае победы Александр очень сильно упрочит свои позиции. А вот в случае, не дай бог, тфу-тфу-тфу проигрыша, Гвоздик откатится где-то на год-два назад и станет в позицию боксера, который начинает свой путь к новой возможности провести бой за титул чемпиона мира. Надеемся, что у Александра Гвоздика, даст бог, все сложится хорошо. Артем Далакян. На мой взгляд, у него самые большие шансы для того, чтобы закончить 2019 год в статусе абсолютного чемпиона мира. Среди коллег по чемпионству он сильнейший. Если кто и сможет составить ему конкуренцию, то это безбашенный обладатель чемпиона мира по версии WBC Чарли Эдвардс. А если говорить о чемпионе мира по версии IBF Мару Тимзалани, то он уже в достаточно почтенном возрасте, когда уже действительно задумывается и задумывается серьезно о том, чтобы повесить перчатки на гость в своей гостиной. Ну и, конечно же, Косея Танака, которому принадлежит титул чемпиона мира по версии WBO. Он хоть и молод, но опыта и класса, который есть у Артема, у него отсутствует. Ну и единственное, что напрягает, так это то, что денег у Union Boxing Promotion не так много. И они в своих, вот проведении своих ивентов цепляются очень за украинскую землю, не стремясь ехать на выезд. Понятно, там больше риска, но все-таки хватит ли у них денег для того, чтобы притаскивать чемпионов сюда и проводить поединки за объединение титулов чемпиона мира, у меня очень большой вопрос. Хотя, кто его знает, может быть, ЮБП сотворит чудо и все-таки или выйдет за рамки Украины, либо изыщет какие-то внутренние резервы, чтобы обеспечить Артему здесь, в Киеве, объединительные поединки. Ну а в остальном в 2019 году, конечно же, мы будем ждать поединок Пака против Бронера, реванша Сергея Ковалева против Эльдера Альвареса и Тайсона Фьюри против Диантея Вайлдера. Удивимся третьему поединку Альвареса против Геннадия Головкина. И еще больше удивимся, если вдруг Владимир Кличков все-таки решит вернуться. Будем держать кулаки за Олега Малиновского и Дениса Беринчика. Переживем выборы президента и парламентские выборы. И обязательно получим удовольствие от бокса. Бокс, который мы любим, который ругаем, которого мы ждем, который вызывает у нас неудовольствие. И без которого мы не можем жить. И начнем мы любить, смотреть, ненавидеть, хулить и восторгаться. Боксом уже в этот уикенд, благодаря Эдди Хирну и его промоутерской компании, который представит на арене Hulu City at Madison вечер бокса, который откроет проспект хэви-вейта Джарел Малер. Кстати, назвавший усика для хэви-вейта слишком мелким. А Энтони Джошуа большой и несуразной куклой. Вот, так Джарел Малер проведет поединок пока против неназванного соперника. И это слегка напрягает, поскольку, ну, за кулисье бокса полнится слухами о том, что вот 13 апреля именно Миллер станет соперником Энтони Джошуа, который будет защищать свои титулы в хэви-вейт. Ну, если это так, то для Джарела предстоящий бой – это просто фарс и бескачественного соперника, где он может проверить свою готовность к бою против такого серьезного бойца, как Энтони Джошуа. Ну, имеет ли смысл проводить вот поединок против непонятно кого, против соперника, который, ну, может быть, чуть-чуть лучше или чуть-чуть хуже предыдущих соперников Миллера, такого, как Томаш Адамик или Дину. В следующем поединке чемпион мира по версии IBF в первом полулегком весе австралиец Террен Джон Дохани проведет первую защиту своего чемпионского пояса против тихоокеанского чемпиона по версии этой боксерской федерации Рюкей Такахаши. Ну, на мой взгляд, в этом поединке фаворит явно Дохани, и у него и больше опыта, и уровень бокса у него повыше. Ну, и, если честно, Такахаши уже довольно-таки боец потрепанный жизнью, так что, но довольно-таки крепкий, так что можно предвидеть победу Донахи единодушным решением судей. И в главном поединке Андеркарта знакомый нам Хорхе Линарес проведет отборочный бой по версии WBC в первом полусреднем весе против некогда жесткого, а ныне уже достаточно истраченного мексиканца Сазара Кана. И победа Линареса здесь не вызывает сомнений, причем мы предсказываем уверенную победу нокаутом во второй половине боя. Ну, и если говорить об интересу к поединку Линареса, то здесь нужно перенестись будет в 10 февраля, когда чемпион мира как раз по версии Всемирного боксерского совета Хосе Рамирес отбоксирует против Хосе Сиппеды. И если, в общем, Хорхе побеждает и Рамирес побеждает, то где-то вот к середине лета они встретятся лицом к лицу. Ну, и в Майн-Ивенте чемпион мира по версии WBO в среднем весе Диметриус Андраде впервые проведет защиту своего чемпионского титула против интернационального чемпиона по версии этой боксерской организации Артура Акавова. Ну, на мой взгляд, это будет очень хороший бой. Артур не слишком техничен, но весьма стоек. И его противостояние заставит Диметриуса показать весь свой класс. На наш взгляд, оно продлится все 12 раундов и завершится победой Андраде единодушным решением судей. Ну, так что приглашаем всех 19 января в 4 часа утра присоединиться к нам на телеканале Спорт 1, чтобы открыть серию прямых трансляций боксерских поединков этого года. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Встретимся уже в следующий вторник в Ринсайде Большого Бокса. Да прибудет с вами бокс, держите удар, ну а глаза открытыми, иначе вы рискуете пропустить все самое интересное.